Московский митинг за честные выборы на проспекте Академика Сахарова прошел без происшествий. По разным данным, в нем приняли участие от 29 до 120 тысяч человек. По итогу манифестации была принята резолюция, которая повторяет предыдущий от 10 декабря. Добавлены два новых пункта. Призыв не голосовать за Владимира Путина на выборах в марте и предложение о создании организации по наблюдению за голосованием. Я поняла, какой я счастливый человек. Я наконец-то дожила. До этого момента, когда граждане России вышли на улицы, потому что они не бандерлоги, потому что они люди. Манифестанты считают, что результаты выборов в Госдуму были сфальсифицированы и требуют их отмены, а также отставки главы ЦИК Владимира Чурова. Ну как и все, с надеждой на изменения, надеждой на то, что если сейчас что-то не случится, то хотя бы чуть позже что-то случится. Это, наверное, первый шаг. Вряд ли мы сейчас добьемся огромных результатов. Не надо быть экстремистами и наивными. Но это начало пути. Субботняя акция стала самой массовой демонстрацией в новейшей истории России. Михаил Горбачев, бывший президент СССР, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посоветовал премьер-министру покинуть пост. Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти сейчас. Три срока получилось. Два срока президентом и один срок премьером. Три срока. Ну хватит. Потому что создаётся вокруг круги эти кланы. Акции протеста под лозунгами «За честные выборы» прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске и других городах. В ряде регионов сторонники Владимира Путина провели митинги в поддержку его политики и в защиту стабильного развития России. Общество все делало.